За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключённых, из которых погибло около 20 процентов. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришёл к нам по контракту. Ну, без зон, имеется в виду. Там погибли более 10 тысяч наших бойцов, и он весь залит кровью, как бойцов ВСУ, так и наших. Их в три раза больше, наших в три раза меньше. В Афганистане погибло людей значительно меньше, чем у нас сейчас, в Артёмовске. И поэтому российская армия, советская армия, она постепенно, с точки зрения боевого духа, с точки зрения тактики, она деградировала. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории, в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву. Потом, русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону обосрались. Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, у них 5 тысяч танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеют воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее домилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает, как милитаризировали. Пессимистичный сценарий. Украинцам дают ракеты, они готовят войска, у них есть меопарды. У них подготовленный достаточно управленческий состав, командный состав. Безусловно, они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать. Возможно, это контрнаступление, как уже раньше я говорил, оно где-то случится успешно. А в Артемовске они уже активно лазают по флангам. И дальше они будут пытаться отрезать сам Артемовск, уйти вглубь, на Дебальцево, в сторону Луганска. Они будут восстановить границы, грубо говоря, до 2014 года. И это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. Нам надо готовиться к тяжелой войне. Что в этой войне, на мой взгляд, нужно делать, чтобы не просрать Россию? Потому что мы сегодня в том состоянии, когда мы просто Россию просрать можем. В этом же главная проблема. Так вот, мы должны ввести военное положение. Мы, к сожалению, так как мы не воспользовались, плохо воспользовались бахмутской мясорубкой, должны объявлять новые волны мобилизации. Мы должны во время военного поражения всех перевести на производство, кого возможно, боеприпасов. Продолжение следует...